Друзья, всем привет! Это канал диктатуры закона и мы подводим итоги. Этот год неоспоримо выдался для нас весьма насыщенным и этому способствовали яркие события этой весны. Мы, как юристы, которые заставляют работать законно народ, не согласились с коллекторским беспределом в Казахстане. Давая отпор бандитам, было возбуждено 5 уголовных дел, не считая заявления Каспий Банка, которые он написал на нас. Да, друзья, вы не ослышались. Каспий Банк таким образом пытался оказать на нас давление. Угрозы арестами и санкции страшных статей не раз звучали в стенах столичного департамента. Но мы-то знаем, что дела Каспий заведомо обречены на неудачу. Это непридуманная история. И никто не поспорит, что именно коллектор в лице Шамелова, оказывающего услуги в интересах Каспий Банка, оскорбил девушку нищебродкой. Не знаю, друзья, мы не можем утверждать, но после такого фиаско, к нам залетели бандиты и жестоко избили юриста из диктатуры закона. По уголовному кодексу лежит куртка вся в крови нашего брата Жасулана. И вот здесь то, что вы видите, конкретно смотрите. В Казахстане учились случаи неправомерных действий коллекторов. Они все чаще стали применять грубую физическую силу по отношению к должникам. В итоге уголовное дело в отношении нападавших висит ровно в таком же положении, как и уголовное дело Каспий Банка в департаменте полиции. В одном случае полагаем, что полиция наотрез не хочет ловить преступников, которых знает уже вся страна. А во втором случае полицейские ломают головы над тем, как доказать вину по заявлению Каспий. Оценивая все эти события, друзья, и ситуацию в целом, и также отвечая, пожалуй, на ваш главный вопрос, а стоило ли это все затевать? Зачем тебе это все? Мы ответим однозначно, что да, стоило. С коллекторским беспределом не согласился Итан Юрберген Бердангар. Для достижения социальной справедливости нам удалось поднять этот вопрос до республиканского уровня. Коллекторские службы наводят ужас своими методами, поэтому казахстанцы массово жалуются на их работу. Только за три года было возбуждено 15 уголовных дел на таких сотрудников. Люди жалуются на некорректное поведение, как говорят, на передачу информации третьим лицам и так далее. Показывают нам сообщения, голосовые сообщения, но там ужас, там уши вянук, когда слушаешь, что они говорят. Руководство статьями 387, 390, 393, 394, 397, 398, 399, 402. Суд приговорил признать Шамилова Балата Серегича виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статьей 131 части 1 уголовного кода Сарас-Костан и назначить ему наказание в виде привлечения к общественным работам на срок 60 часов. Целое лето мы судили с коллекторами, которые первыми подали на нас заявление, а в результате сами понесли уголовное наказание. Позитивный момент в этом заключается в том, что законными методами нам удалось ликвидировать работу одной коллекторской компании. А вот негативный момент, по нашему мнению, выразился в том, что все это время нас отвлекали от участия в организации расследования по фактам избиения юриста. Но в итоге все равно нас услышали в Генеральной прокуратуре, что не может нас не радовать. В Генеральной прокуратуре ужаснулись, узнав, что коллекторами работают даже бывшие бандиты. Сейчас в стране 165 компаний. В Национальном банке, где курируют их деятельность, в этом году рассмотрели уже 157 жалоб. От телефонных угроз до утечки персональной информации. Сейчас же мы относимся к Каспий-банку точно так же, как, собственно, он относится к нам. В суде над незаконными комиссиями лучший юрист Каспий-банка не может ответить на элементарные вопросы. Постоянно путается, давая различные ответы на один и тот же вопрос. Так, основной долг. У клиента имеется стандартность. Так, извиняюсь. Есть период задержанности. Из вашей позиции мы исходим за... Я отвечу, да, если вы там предполагаете пояснение, что когда эта комиссия расшибается, с вашей стороны не удерживается, вы указываете, что она возникла на основании договора комплексного банковского обслуживания. Сейчас мы выясняем, что это на основании персональных условий. Вот и все. Вам вопрос такой. Скажите, пожалуйста, под пункт 1.1 и пункт 1.10 договора банковского обслуживания, который ссылается на персональные условия, они им вообще законны? Законны. Отверждаете? Закон. Они соответствуют тем, где еще законодательство. Мы обязаны указать все комиссии взимаемые, мы соответствием поставили себе эту тему, обязаны указать все ставки комиссии, которые взимаются в работу. Я вам зачитаю для вас специально. Пункт 1.10 договора займов 2015 года. Комиссия за выдачу и обслуживание карточки 0.10. После этого точка. Размер комиссии, связанных с обслуживанием займов, предоставляемых в последующем, указывается в соответствующих персональных условиях в рамках установленного тарифного плана. Это о чем вы? Это говорит о том, что комиссия, которая предусмотрена в данном случае, у меня по персональным условиям, она за обслуживание займов, она относится к договору займов. У юриста Каспий Банка есть только один ответ, что у них есть некие стандартные условия. И по ощущениям, эти стандартные условия впервые за свое существование взяли вверх над конституцией страны. И это, пожалуй, уже проблема. Стандартные условия с этими стандартными условиями и стандартными условиями тоже идут в рамках стандартных условий. А потом появились стандартные условия и начали давать кредит в соответствии с стандартными условиями. А по-моему, это вы стандартные условия смотрели? Время для ознакомления с договором и стандартными условиями. Договором и стандартными условиями предоставления кредита. Вот стандартные условия. Но главный ответ, который нас поразил в этой баталии, так это то, что оказывается мы должны радоваться, что нам не начисляют комиссию в размере 150 тысяч тенге. И как заявил юрист Каспий Банка, он вполне может это устроить. Теперь смотрите, вот сейчас говорит тариф представительства 14200, там вот этот тариф вам установлен, да? Комиссия на сайте установлена. 14200 или 16? Максимальная, это у вас еще уменьшенная сумма, там 14500, у кого-то 15, то есть она раньше. Максимальная сумма до 150, я ошибаюсь. То есть данные тарифы зависят, устанавливают самим банком, никакого отношения на Ацбанк или каких-то документов не имеется. Это пункт 1 статьи 39 УЖИМС. Здесь регулировать у нас банк наши тарифы за оказание банковских услуг он не может. Это предусмотрено законом в банках. И мы имеем право установить любую комиссию. Раньше она была 150-180 тысяч ежемесячно. Ежемесячная комиссия за обслуживание вашего банка стоит 150 тысяч тенге? Раньше по старым генеральным условиям была так стремительно. Сейчас она у каждого, ну в персональных условиях, она у каждого индивидуальная. Мы сейчас радоваться, что у нас здесь 150 тысяч удерживаются от 14 тысяч. Я вам объясняю, что сейчас комиссия, у каждого в персональных условиях своя комиссия. Кем она устанавливается? Она устанавливается самим банком. Банк имеет право сам устанавливать. Комиссии любые. Этих норм нет. За банковское обслуживание это банковское право. Это право банка. Это право банка. Это право банка. Просто не могу вам сразу ткнуть носом. Если следовать принципу этого банка и сравнить его с моделью нашего государства, то возникает ощущение страшного прошлого и сложного настоящего. Не знаю, как у вас, но всю свою жизнь я слышу от родителей, ну будь осторожен. Ну не привлекай к себе лишнее внимание. Ну не высовывайся. И вообще, мы простые люди и от нас ничего не зависит. Мои родители прекрасные люди. Я безумно их люблю, но они говорят все это десятилетиями. Даже в тех ситуациях, где очевидно нарушается здравый смысл, где творится несправедливость и где мы точно правы. Я всегда думал, откуда у старшего поколения этот страх? Это стремление мазать все серой краской. Почему они боятся, что даже за минимальную смелость обязательно прилетит наказание? Моя гипотеза, что этот страх зародился в первой половине прошлого века и через поколение добрался до нас. Наша задача этот страх уничтожить, протиснувшись сквозь сегодняшние намеки на режим и прикрывшись судебными решениями. Пожалуй, это все, что мы можем сделать сегодня. И похоже, у нас это неплохо получается. Ровно в прошлом году мы завершали 2018 и уходили в 2019 год с отметкой всего лишь в 10 тысяч подписчиков. Сегодня эта отметка достигла уровня 60 тысяч человек. За этот год мы успели опубликовать более 50 видео выпусков, что в объеме составило больше 3 миллионов просмотров. Мы не останавливаемся на достигнутом. Впереди новые проекты и победы. Громадную благодарность выражаем тебе, наш любимый подписчик. Спасибо, что все это время вы находитесь с нами. Это очень сильно помогает нам развиваться. Количество подписчиков отражает некий авторитет среди средств массовой информации. И все, что мы делаем, это ради построения крепкого правового государства, где будут гарантироваться права наших детей. В наступающем новом году желаем вам неугасаемой энергии. Быть еще счастливее, успешнее и богаче. Мы ни на секунду не забываем о том, что все, чего мы достигли в этом году, все результаты целиком и полностью благодаря вам. Были, друзья, очень искренне рады, если были кому-то полезны в этом году. Всех обняли и увидимся в январе. Будем скучать, учиться и прибавлять. Пока. С наступающим. Субтитры создавал DimaTorzok